Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова До кларнета, значит, инструмент в таком нынешнем виде, который я держу, это инструмент французской системы. Он отличается, механика здесь применена системой биома. Я сейчас объясню, в чем различие. Мы говорили о том, что существует две кларнитовые системы. Немецкая и французская. Французская на сегодняшний день является доминирующей. Во всем мире играется на французском кларнете. То есть вот на таком. И существует еще немецкая система. Немецкая система, которая используется только в Германии и частично в Австрии. Только немцами. Только немцами, да. И они таким образом упорствуют в этом своем заблуждении. Нет, это не упорствует. Они достаточно очень сделали такую вещь. Они защищают свой рынок труда таким образом. Чтобы в оркестре немецкий можно было брать только немцев. Они пишут, не пишут об этом. Они пишут, берем только на немецкой системе. Это хороший ход. Вот. Была бы русская система, мы бы тоже так сделали. Немецкий кларнет — это прямое продолжение исторического кларнета. И по аппликатурам, и просто с добавлением клапанов в механике. Здесь этот инструмент появился в результате гениального изобретения Тиабальда Бюма. Изобретение около 1832 года. Патент его был на механику для флейты. Идея заключалась в том, чтобы одним пальцем закрывать сразу несколько клапанов. То есть вы видите систему очков. И нажимая палец, закрывается сразу несколько клапанов. Хорошо. Вот как раз я, конечно, прошу прощения, что прерываю на самом интересном месте. Но вот мы сейчас должны разыграть инструмент, у которого таких клапанов нету. И где тут, значит, одним пальцем только можно одно отверстие зажать. И у нас есть правильный ответ на вопрос, который мы только что в эфир произнесли. И так, значит, в музыкальном произведении «Петя и Волк», музыкальной сказке про Кофе и Петя и Волк, какой животное символизировал кларнет. Пожалуйста, мы вас слышим. Здравствуйте. Ой, погромче, что-то нам плохо слышно. Здравствуйте. Так, сейчас, одну секунду, у нас тут, как всегда, прямой эфир. Алло, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Какая радость, наконец вас слышно. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Снова не слышно. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр. Александр, очень приятно. Меня тоже, Александр. Итак, значит, говорите, какое существо символизирует кларнет в музыкальной сказке «Петя и Волк»? В музыкальной сказке «Петя и Волк» символизирует, кларнет символизирует кошку. Кошку, ну, точнее, кота, как я понимаю, да? Но все равно поздравляем вас, звучат бурные овации. И в студии, надеюсь, у вас дома. Не кладите трубку, вам объяснят, как вы, собственно, этот чудесный инструмент фирмы «Вестон» получите. А мы продолжаем разговор про современные кларнеты. Я только еще хотел сказать, напомнить уважаемым гостям студии, что вам тоже тут приготовлен приз. Поэтому вы тоже вопросы сейчас приготовьтесь задавать. Итак, Кирилл. Итак, система изобретена. Да, система была изобретена теобальным биомом для флейты. Задача была упростить механику, чтобы можно было одним пальцем брать одну ноту, чтобы избавиться от вилочных аппликаторов. Это когда вот с такими переходами, чтобы этого не было, да? На немецком кларнете до сих пор мы так играем, а на французском кларнете мы от этого избавлены, поэтому клапанов меньше, и кларнеты, соответственно, можно больше технически возносить. То есть это можно понимать, что вот один палец — одна нота? Да. Да, вот именно для этого все это... Ну, как бы одна нота не получится, потому что у нас пальцев девять, которые используются, а ноту гораздо больше. Ну, понятно. Ну, то есть вот действительно такую переключку кластерную не надо использовать, отчего потом с головой, не слава богу. Не нужно. И была идея применить вот этот патент Беома на разных инструментах. В конце 40-х годов, начале 50-х, 19-го века были применены, применена механика Беома для гобоя и для кларнета. То есть это был французский мастер Бюфей и профессор Хвардейской консерватории Геоцент Клазе, которые изобрели механику вот этого инструмента. Очень был похож механически, то есть он практически не отличался. Тут пару клапанов только добавили в 20-м веке дополнительных, а принципиально никаких различий нет. То есть вот так вот он 150 даже больше лет и существует, да? Практически да. То есть единственная разница, конечно, в звучании инструмента, потому что архитектура, инструмент звучит не так, как он выглядит, а то, что у него внутри. Вот как мензура инструмента построена, вот эта архитектура, она очень сложная форма. Так инструмент и звучит. Поэтому, конечно, разница не такая существенная, как между историческими кларнетами, либо баскетгорными, либо барочными кларнетами, но она все равно есть. То есть кларнета 19 века звучала немножко по-другому, чем сегодня. И то, что мы говорили в самом начале, что инструмент был не политональным, то, благодаря изобретению биома, кларнет стал политональным. Поэтому надобность во всяких редких кларнетах там отпала. Остались только кларнетки. Можно с одним ходить теперь. Нет, остались два кларнета, то есть си бемоли и ля стали ведущие пары, потому что есть какие-то анализы, которые не очень удобны, а си бемоли можно сыграть на ля кларнете. И остались кларнеты, которые используются просто как краска. Например, маленький ми бемольный кларнет, который достаточно резкий прямой звук, его используются как краска в кларнете. И, соответственно, появился бас кларнет, который на октау ниже, контрабас кларнет. И семейство достаточно большое на сегодняшний день тоже. Существуют современные варианты басы от горнов даже, строя эвка. Их возродили в середине 20 века. То есть у нас в семействе больше десятка инструментов насчитывает кларнеты. Но все-таки стало полегче несколько, что в основном все-таки можно с одним, с двумя ходить. Да, основная является пара. Пара, да. Причем ля кларнете считается более мягким звуком. И в основном весь репертуар у камерной музыки, которую мы считаем первоклассным, который написан для кларнета, это, конечно, для кларнета ля. Это вот концерт Моцарта, то, что мы говорили. Он исполняется сегодня на ля кларнете. К ним связана, конечно, загадка, но мы сейчас не будем раскрывать эту тему. Сегодня исполняется это на ля кларнете. Квинтеты Брамса, это вся естественная камерная музыка, трио Брамса и сонаты Брамса на себемольном кларнете. 20 век — это уже другой репертуар. Это в основном себемольный кларнет, это концерты для кларнета. Кларнет — это инструмент, еще не раскрытый до конца возможностей. В 20 веке появились новые техники. На том же инструменте стали играть совершенно по-другому. Появились мультифоники, когда можно брать на кларнете аккордовые техники, когда несколько звуков можно одновременно брать. Открылся еще один регистр. Поняли в результате, как он функционирует, как работает инструмент, как взаимосвязь инструмента с человеком. И этот процесс продолжается по сегодняшний день. Понятно. То есть у инструмента еще богатое и не слишком понятное будущее в плане того, что будет наверняка только лучше. Нет, она понятна, просто этот инструмент с не до конца раскрытыми возможностями, скажем так. Понятно, да. Продолжение следует...